Приветствую всех моих зрителей! Сейчас осень и продолжается сезон яблок и предлагаю рецепт запеченных яблок. Для этого нам нужно будет 250 грамм масла, 250 грамм творога, 250 грамм муки, щепотка соли, столовая ложка сахара, яблоки, сахарная пудра для посыпки. Вот такие простые ингредиенты нам нужны для приготовления этого блюда. Творог нужно протереть через сито, либо смолоть в блендере. Все продукты я подготовила. Муку просеяла, творог перетерла и сливочное масло порезала на маленькие кусочки. Оно уже мягкое и его можно будет легко порезать. Столовую ложку сахара я добавляю в творог. Вот добавляю немножечко соли. Теперь я размешиваю. Все-таки творог он немного влажный. И сахар и соль в нем хорошо растворятся. Высыпаю творог в миску. И теперь мы будем смешивать все ингредиенты, которые у нас есть. Муку, сливочное масло. Вот у нас получился такой шарик. Он сначала лепился тяжеловато, но потом, когда масло растаяло и все ингредиенты очень отлично с собой подружились, у нас получился вот такой шарик. Сейчас я накрываю его пищевой пленкой. Заворачиваю его в пленку и отправляю его в холодильник на 30 минут. Прошло 30 минут. Я достала тесто с холодильника. Сейчас я немножечко добавляю муки на доску. Разрезаю две части. И раскатываю наше тесто в пласт толщиной 3-4 миллиметра. Яблоки я порезала вот на вот такие дольки. Вот где-то здесь наверно сантиметра полтора толщиной. Теперь мы вырезаем кружочки. Беру один кружочек, беру одно яблоко, выкладываю на этот кружочек и вот так вот закрываем. И вот так вот у нас получается. И вот это яблоко я выкладываю на противень, который у меня застелен пекарской бумагой. И сейчас мы будем запекать яблочки при температуре 180 градусов в течение 20 минут до золотистого цвета, до корочки вкусненькой. Вот у нас такие печенюшки получились. На вид они не такие презентабельные, не такие затейливые, но вкус изумительный. Я вам это гарантирую. Очень вкусные. Запах по всей квартире будет изумительным. Я посыпала печеньки сахарной пудрой и не удержалась и посыпала еще молотой корицей. Вот такая красота у нас получилась. Очень простой рецепт. Готовьте и вы. Благодарю, что смотрели мое видео. Желаю всего доброго вам и вашим семьям и приглашаю ко мне на канал. Пока-пока.